Будний рабочий день. За полчаса до игры болельщики уже тянутся к стадиону. Этот вечер соберет более двух тысяч зрителей. И если перед началом матча настрой на игру болельщиков был разный, то после матча со стадиона все уходили молча. Ну, 2-0 или 3-0 в нашем игре. Сложно сказать. Думаю, что будет 0-2. Еще до начала матча от болельщика был такой вердикт. Победа Факела 2-0. Либо он что-то знал, либо ему нужно было покупать лотерейный билет. Игра проходила по сценарию гостей и весь матч продолжался в таком темпе. Доказательство тому. Белоголубые не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника за 90 минут. А вот гости смогли дважды поразить ворота барнаульцев. На 14-й минуте и в раздевалку перед перерывом на 45-й. После неудачного первого тайма Динамо и во втором ничего не смогли сделать у ворот соперника. Буквально за пару часов до игры тренерскому штабу Динамо пришлось полностью менять схему на игру. Неожиданно для многих клуб покинул топ-игрок Антон Кобялко. Нападающий перебрался в стан тюменской команды. Теперь в Кубке России давать бой барнаульцам придется 22 сентября команде из российской премьер-лиги. Коллектив из Нижнего Новгорода, известного в прошлом футболиста Александра Кержакова, в краевую столицу приедет только за победой. Кровь из носу она будет нужна и хозяевам. Иначе Барнаул мимо Кубка. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.